Положение оставившего намаз. Намаз это второй столб ислама. И есть разногласия среди ученых, стал ли неверующим оставляющим молитву поленья или нет, хотя они единогласны в неверии того, кто упорствует в оставлении намаза, что он является неверным, вышедшим из лона ислама. Что касается оставления поленья, то здесь два мнения ученых. Достаточно будет нам знать, даже если в неверии такого есть разногласия, то разногласий в наказании оставившего молитвы не было. Одна категория ученых сказала, что оставивший намаз поленья стал неверным и вышел из лона ислама. Другая категория сказала, что они становятся неверными, но упомянули, что его казнят. Это мнение Ахмада, Шафия и Малика, что такого казнят, и это его наказание за оставление намаза. Абу Ханифа сказал, что такого не убивают, а заключают в тюрьму, пока он не начнет молиться или не умрет. Поэтому ученые говорили, что грех оставления намаза хуже, чем пьянство, проливодьяние, воровство и убийство. Это один из самых больших грехов перед Аллахом, и нужно быть осторожным с ним. Также, с заключением в тюрьму или казнью, занимается только правитель мусульман. Это его полномочия, и он за это будет отвечать перед Аллахом, если не займется этим. Основа, что оставление намаза – это великое преступление. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Охудшими из ваших правителей будут те, которых вы будете ненавидеть, и которые будут ненавидеть вас». Сподвижники спросили, не сражаться ли нам с ними. Посланник Аллаха ответил, нет, пока они совершают молитву. И это указывает на то, что намаз – это мерило ислама. Сражение, составляющее молитву – это дело, на котором есть единогласие между сподвижниками. Когда Абу Бакр захотел сразиться с теми, кто отказался выплачивать закат, Умар Абн-Аль-Хаттаб сказал Абу Бакру, «Как же ты можешь сражаться с этими людьми?» Ведь посланник Аллаха сказал, «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут «Ля-ля-ля-ля-ла». А жизнь и имущество того, кто произнес эти слова, становятся неприкосновенными. Что же сказал Абу Бакр? «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от заката, и когда Абу Бакр сказал, «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от заката», и Умар промолчал. Это указало на то, что Умар согласился с Абу Бакром, что с оставившим молитву сражаются. И это мнение сподвижника пророка, алейхи саляту вассалям. У имама Шаукань есть очень хорошие слова на эту тему, где он сказал, «Разве недостаточно нам слов посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям, различия между нами и ими намаз, и кто оставил его, тот стал неверным». Разве недостаточно нам слов пророка, саляту вассалям, между человеком и ширком, куфром, стоит оставление молитвы? Должно быть достаточно этих слов, чтобы сторониться этого. Поэтому основа в том, чтобы мы привели людям эти прямые хадисы, и чтобы они сами это поняли. Главное – донести им слова посланника, саляту вассалям.